Всем привет! Сегодня у нас видео о косметике. Вы меня еще просили следующее снятие декоративки, так что пожалуйста. Сегодня будет декоративная косметика. У меня вот здесь такая классная косметичка, красивая, модная, переливающаяся. Она мне очень-очень нравится. Я вообще в принципе люблю такой оттенок. Это была подарочная культ бьюти в Гуди Бэк. И сейчас моден такой маникюр Аврора корейский. Короче, мне очень нравится вот такого цвета оттенка. В общем, приступаем к косметике. Первое, что мне в руки попадает, это палетка Tower Glass. Не знаю, есть ли смысл ее показывать. Эта лимитка, каждый год она выходит. В этом году тоже должна быть. И я каждый год приобретаю лимитки, только немножко в разных форматах их. Здесь полная для лица. Она мне гораздо больше понравилась, чем с предыдущего года. Вот это. Сейчас я ее тоже открою и покажу. По оттенкам. Потому что они всегда, их проблема для меня, они более-менее какие-то теплые или прям золотые и коричневые. У меня эти оттенки на лицо. Ну, прям будем объективно. Не всегда это все подходит. Здесь у нас идет бронзер, двое румян, хайлайтер и пудра. Пудра очень блестящая. Вот видите. Очень сильно похожа на пудру Лора Мерсия. Она сейчас на лице, я вам попозже про нее расскажу. Ну, стандартные классные средства. Я обожаю Hourglass пудровые текстуры. Румян у них классные, пигментированные. Бронзеры я пользуюсь. Предыдущую такую квадратную большую палетку в розовом таком оттенке, она где-то года два назад была. Я ее за год до дыр дотерла. Здесь на самом деле не так уж и много средства. Они здесь, знаете, вот так вот посмотрим. Плоские, видите? И там нет никакого углубления в рефиле. Это просто вот здесь реально все, горизонтальная поверхность. Чуть-чуть сверху. Они очень быстро заканчиваются. Здесь очень мало грамм. Если мы берем как средство и выгоду, эта палетка не выгодна к приобретению. Выгоднее приобретать эти же продукты, эти оттенки, но индивидуальной упаковке, как отдельный продукт. Они тоже есть. Там грамм выходит чуть больше, чуть-чуть выгоднее это, если так рассчитывать. Из всего, из этой палетки, что мне не очень подходит, но я все равно пользуюсь для повседневки. Для видео вообще нормально, вы разницы не заметите, но для повседневки вот этот хайлайтер, он довольно-таки золотой, желтый. Ну не очень такой, знаете, да? На загорелую кожу, но зимой не пойдет. Поэтому я пользуюсь из этой палетки хайлайтером. Здесь он, предыдущие палетки, более крутой, видите? Хоть он и такой же с золотой. Видите разницу? Вот он на среднем пальце. Он больше блестит, но у него более холодный оттенок идет, а этот больше прям желтый, более теплый. Оттенки здесь вроде бы классные, но видите, они потеплее. И румяна здесь, точнее румяна, более пигментированные, классные красные. А этот бронзер, он такой более коричневый. Ну в общем, это тоже на светлую девочку, да, но на более теплый тип цветотип лица. Ну хайлайтер здесь крутой, классный. Вот опять же, это пудра здесь, здесь меньше в ней блесток. В общем, в этих последних двух палетках от Hourglass вот этих лимитках я больше полюбила, мне больше подходит вот эта большая. Из маленькой я беру хайлайтер. Но обе любимые, классные, средства суперские. И румяна, бронзер, пудры и все вот это прочее, пудровое, прессованное. У Hourglass просто мне больше всего нравится. А Hourglass в Сифоре в Турции не представлена марка. Только в миниатюрках ты можешь купить хайлайтер и румяна в отделе в Сифоре Минис. Все. Ну, Ксаша, почему нет, не понимаю. Ну ладно. Дальше. Вот такая маленькая палетка Наташа Динона. Называется она Мини Лоф Палет. Она на 14 февраля выходит, вроде бы даже каждый год, или она уже постоянная стала, не помню. Не буду делать, наверное, свотчи обычные. Вот у меня сегодня весь макияж выполнен, только эта палетка. Специально это сделала, использовала все оттенки для того, чтобы вам показать, как оно выглядит на глазах. Приятно, хорошо тушуются, не ставят пятен. Обычное классное качество Наташи Диноны. Что тут еще скажешь? Я бы ее, наверное, не знаю, покупала. Если вы тут такой вот любите розовый макияж, то да, можно. Тени, как всегда, крошатся очень сильно и сыпятся. То есть они нежные такие, то есть надо кисочки мягкие подбирать. Но наносятся и пигментированные, классные. На веках нет никакой базы. Нет у меня, например, консилера, чтобы там синеву какую-то, там венки перекрыть. Вот чистый глаз мой, на нем вот эти тени. Они довольно-таки классные, пигментированные, мягкие, приятные. И если, короче, вот тут говорят минимальные о малявочках, вот этих не очень качество теней. Вот у этой малявки в маленьких рефилах Наташа Динона, у них хорошее качество, мне нравится. И вот этот вот оттенок светлый, вообще суперский на каждый день, на повседневку я его использую. Вот он вообще абсолютно носибельный. Я такие оттенки очень люблю, они в повседневном макияже. Давайте тут где-нибудь нанесем. Вот он вот эту яркость дает. Вообще колочек классный. Вот эти уже остальные такой спорный вариант. И, короче, они не такие пигментированные, как выглядят вот здесь в палетке. Вот этот оттенок, это вот максимум. Тут по уголку он такой более даже фиолетово-холодный очень. На кисточку плотно хорошо набираются. Ты ставишь как бы чуть-чуть пятно, но когда разносишь, у них вообще теряется вот эта темная, в темных оттенках яркость. Короче, повседневно носибельно. Если вы любите розовое на глазах, то, пожалуй, если вам это подходит на каждый день и не надоест, то я бы даже сказала, можно купить такую палетку. И размер достаточный, да, такой используешь, чтобы потом выкинешь. То есть не на всю жизнь идти и не покупать. Так, что у нас тут еще есть? Вот, пудра. Блин, вот я жду ваших комментариев про эту пудру. Я не знаю. То ли я лоханулась, затупила. То ли ошибочка произошла. То ли, короче, может, я что-то не понимаю. Это пудра Лору Мерсиа. Это Celestial Light. Она блестящая. Блин, вот написано Translution Setting Powder. Да? Я думала, ну, та, которая белая, обычная. Но оказалось, нет. Блин, она оказалась с блесками серия. То ли, мне кажется... Я посмотрела свой заказ. Мне просто положили, скорее всего, в культпюте, перепутали и положили эту пудру. Так как я бы заказывала не сразу себе, а на свой домашний адрес. И поэтому не было возможности проверить, что мне прислали. Я ее не обменяла, поэтому. Ну, короче говоря. Может, я сразу в корзину клала ниту. Короче, видите, какая она темная. Это на самом деле можно использовать как хайлайтер. Вот она пудра. Смотрите, как она уже на пальцах блестит. Как она красиво блестит, согласитесь? Вот как хайлайтер вот это использовать. Офигенный, нежный, красивейший хайлайтер. Не знаю, видно будет, нет? Ну, короче, кто не очень хайлайтеры любит, да? Слишком блестящий нежный хайлайтер. Ну, простите, 29 грамм. Это на всю жизнь им пользоваться. Вообще, это пудра. Я ее, вот видите, сегодня на лицо не знаю, как на камере. В жизни, кстати, смотрится с приятным, холеным таким блеском. Отсвечивается на лице. Помните? Пудра у меня еще есть. Я забыла ее. Это самая дорогая пудра, помните? Такая золотая банка. Ла-ла-ро-ро-ро-рак. Короче, не помню, надо смотреть. Она очень желтая. Она мне вообще не подходит. Но она тоже с таким подсвечивающим эффектом. Так вот здесь, я думаю, на камере что-то не блестит особо. Я думала, знаете, она будет выглядеть какой-то салопот какой-то. Что-то, как будто мне очень жарко. Будет некрасиво с сальном блестеть. Ну, вроде ничего. Но в жизни смотрится гораздо лучше. Я рискнула на все лицо. Да, она темноватая. На лето, короче, на загорелую кожу. Вообще, я буду с удовольствием пользоваться. Зимой, наверное, не мой будет продукт. Она будет очень сильно отличаться. Но знаете, ее зимой можно использовать, если ты не загорелая. На светлый тональный крем, когда он у тебя супер белый какой-то. И тебе надо чуть-чуть свежести, знаете, яркости лица. То можно использовать. Но на лето, да. Но так вот, блин, мне на самом деле нужно было просто рассчитать фиксирующую пудру. Ну вот. Да, вот видите, вот здесь переливается. Вот здесь ее видно. Ну, как-то так. Не сильно. Я думала, будет хуже гораздо. В жизни прям такой блеск. Не дешевый, что-то как дискотека какая-то. Благородно. Прям как будто, знаете, такой эффект здоровой кожи, я бы сказала. Кстати, она даже не прям подчеркивает. А поры не прям затирает, конечно, но не подчеркивает их. Из-за вот этого блеска приятного, как бы, кожа такая равномерно смотрится. Там поры как бы остаются, но не выделяются. И вот этот блеск скрадывает все. Такое лицо, знаете, аккуратненькое. Короче, неплохая штука. Распробовала. Минька Пачолоджи. Это патч под глаза. Они в Золотом Яблоке в России продаются. Это скульт бьюти. Не буду открывать. Обожаю. Самые лучшие патчи. Это Пачолоджи. Суперски. Ну, зараза, дорогие. Поэтому я спокойно пользуюсь ими. И это гнездо ласточкино корейскими. Разница есть, когда ты накладываешь под глаза. Но эффект, конечно. Я реально чувствую разницу. Но так как просто часто ими пользоваться, как расходный вариант, дороговато выходит. Вот эти именно Пачолоджи, их лучше накладывать, держать в холодильнике и использовать после холодильника. В Турции на Сифоре турецкое тоже есть. Девчонки, кто в Турции, попробуйте. И когда там какие-то скидки, они, кстати, сейчас на скидках, на акциях участвуют. Тогда, кстати, выгодно приобрести. Ну, там в пачке их всего, там, 6, что ли, рефилов вот таких будет в коробочке. Посмотрите, когда покупать будете описание, чтобы вы не нужна огромная пачка. Там так много пачей, типа 60 штук, как когда в банках, когда продают. Нет, нет, их там вообще мало будет. О, про лицо. Продолжаем. Скульптор. Это Estrada Sculptor Montsecret. Он очень компактный скульптор. Цвет у меня, цвет у меня 201. Канада вроде бы называется. Офигенный оттенок. Холодный, суперский, ни разу не желтит. Вот. Идеальный оттенок. Неплохая штука. И среди не просто, не только среди бюджетных, он дешевый, да, не помню даже, сколько он стоил, но не очень дорога. Не среди даже бюджета, среди бюджетной косметики вообще пушку, огонь. Но среди люкса даже это очень крутое средство, мало таких хороших. А я скажу один минус. Он малопигментированный. С ним надо побольше его наслаивать, либо кисточку подбирать под него. Он довольно-таки, ну, крошится когда-то, наверное, нормальный. Он не твердый сам по себе, но пигмента не хватает в этом оттенке. Оттенок идеальный, мне вообще супер. Вот у меня, кстати, тоже вот сегодня на лице. Но, у меня тут еще румяна поверх есть. Но, если ты хочешь, чтобы он потемнее был, ты его побольше на кисточку набираешь. Он классно набирается, он мягкий. И ты то раз, и будет полоска. А если ты это на припудренный тональный крем, это пятно может получиться. Он зафиксируется очень быстро. Потом надо взять другую кисточку, типа, от пудры мягенькую, и растушевать. То есть, помучаться каким-то образом, чтобы была лучше пигментация. Но оттенок просто идеальный. Моим самым любимым, лучшим остается скульптор Кевин О'Кон. Но, к сожалению, когда я вот это покупала, я и новенькая, что-то хотела попробовать, интересная, например, бюджета. Потому что я слышала, что есть хорошие такие скульпторы. Оттенки такие классные. Но у Кевин О'Кон не было цветов. Постоянно легкий оттенок, лайт, медиум и темный. У меня в палетке Кевин О'Кон Everything About Face. Я даже ее, наверное, повторила бы только из-за скульпторов. Там внутри румяна, так себе хайлайтер, там вообще ужасный. Бронзер еще классный. Короче говоря, лайт оттенок для меня суперский. Он суперпигментированный, идеальный. Кисточкой чуть-чуть прикоснулась. Просто идеально. Вот когда появится оттенок лайт в продаже, он постоянно распродан. Медиум еще можешь найти как-то. Медиум тоже ничего, но дарк это прям вообще темный. Я, короче, куплю сразу два про запас. И он мне гораздо больше нравится, чем Dolce & Gabbana. Оттенок 210, вроде 10, вот этот. Кевин О'Кон лучше. Поэтому, если выбираем Dolce & Gabbana этот или Кевин, я выбираю Кевин О'Кон и вот этот. Это ближе к Dolce & Gabbana. Но Gabbana еще больше пигментированный, чем он. Ну, короче, если в темноте, скажем так, тыкнуть туда и тыкнуть в Dolce, разница-то особо не почувствуется. Очень похожие продукты. Dolce & Gabbana продается в Турции на сайте Сивиль косметики, если кому надо. Просто я сразу для Турции уточняю. Девчонки в комментариях пишут, а в Турции, я в Турции. О, для лица, давайте дальше. Еще такая штука мне попала. Это хайлайтер для лица. У него еще красивая банка. Фирма это About Face. Это миниатюра хайлайтера. Я думаю, о, классно, румяна, стики типа хайлайтер на лето, супер-купер или куда-то там на пляж. Ай, давайте, наверное, все-таки мазну. Это я чуть-чуть прикоснулась. Вы видите, это жесть. Во-первых, он очень сильно холодный. И когда ты это растягиваешь, он очень легко наносится. Он, кстати, не жирнит вообще. Он очень сухой. Как будто... Тут плюс огромный. Не видно. Тут такие адские блески. Это жесть просто. Это нереально на повседневку носить. Это либо на какой-то праздник, типа, аля на дискотеку. Это реально летний продукт. Я бы выбрала, например, с розовым оттенком, а не прям с таким холодным фиолетовым сиреневым. Это такие блески, когда ты идешь на тусовку, на вечеринку, там, у бассейна, и ты прям вот так, прям блесток себе намазать, да. И подумала, блин, ну какое разочарование. Но есть классная новость. Моя дочь его так вылюбила. И тем не менее, когда всегда, когда, ну, там, постоянно наносит блески. Детям, короче, самый оттенок у меня light lock stick оттенок Prince D. Окей, дальше продолжаем. А, Huda Beauty подводка. Я подводками не пользуюсь, но эту хочу отметить. Очень-очень тонкая, просто как иголка. Супер жирная. Тут еще есть этот шарик для сужива взбалтывать. Это очень удобно. Не везде они теперь есть, не все выпускают. И у нее такой кончик, вот, не знаю, видно вам, сейчас делаем. Прям вообще чуть-чуть прикасаешься. Она такая, оп, оп, я даже не нажимаю сильно. Но что хочу сказать. Кончик у нее сохнет, да. То есть он полосочками такими прерывистыми. Вот она была бы идеальна, если она была супер-супер влажная и мокрая. Но из-за своей тонкости и мягкости кончика, то есть это не палочка какая-то неудобная, а прям такое, прям. Одно удовольствие ее пользоваться. Я раз попробовала, ну, не люблю я такие вещи, потому что мне они не пригождаются. Но кто любит подводки, стрелки рисуют, присмотрите, девчонки, хорошая подводка. Не знаю, надолго ли ее хватит. Дальше моим фаворитом всегда остается карандаш для бровей. Это люкс-визаж, автоматический, не точащийся, а в пластиковом вот этом корпусе, без подточки, карандаш для бровей. Оттенок у меня это 302-й софт-браун, но самый любимый это 301-й тауп. Этот тоже подходит, он мне сейчас на бровях, немножко потеплее, чем тауповый. Боже, я обожаю пять штук, короче, как всегда покупаю вперед. Вот они очень быстро заканчиваются, здесь очень мало продукта. Made in Germany. Водостойкие, да, реально. Его только можно снять средством для снятия макияжа с бровей. То есть, короче, я с ним на спорт хожу. Если получается так, что у меня брови как бы накрашены, да, сделаны, я на спорт пошла. На сайклы, прикиньте, кардио-то, блин, здесь ты в поту, брови на месте держатся. Просто железобетонно, ничего не растекается никуда. Мне это заменило карандаши Наташу Динону. Ой, пардон, вру. Эту Анастасию Беверли-Хиллз. Второе после этого карандаша на втором месте, что я люблю. Это я уже несколько лет, 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 лет пять, да, пользовалась. У меня же две банки ушло. Анастасия Беверли-Хиллз оттенок таупа. Помадка для бровей тоже железобетонная, как вот этот карандаш суперский. Нет аналогов пока что. Хочу попробовать. Очень хвалят Диор. У меня был Диор с точилкой, но я люблю не точить карандаши, а вот в пластиковом корпусе. Гуччи карандаши для бровей и Диор еще хорошие. Хочу, наверное, попробовать. Диор-то как бы был, может, что-то переделали. Ну, классный был, но не супер как-то впечатлил. У меня, честно, обычный. Мне не показалось что-то суперсвертое. Естественно, вот это, конечно, просто обожаю. За такую цену. Не на охотку, а просто вау. Их же, люкс-визаж, есть гель для бровей, который суперфиксацией. Такой, как сопли, как ПВА клей пахнет. Он тоже хороший, честно скажу. Он суперфиксирует. Но воняет вот этим клеем ПВА. Его ненадолго хватает. Он быстро подсыхает, как сопли тянется. Ну, на Мексис, короче. Но, опять же, такая цена копеечная. Дальше. Арт-визаж гель для бровей. Он, на самом деле, был прозрачный. Купила из-за ваших советов. Вы писали мне в комментариях, что он должен быть классный. Да, хороший, классный. Мне нравится. Но он не так суперфиксирует, как от этого люкс-визаж. Но клевый из бюджетных. Да, хороший. Если бы была возможность этот арт-визаж приобретать в Турции, я бы покупала. Он же, кстати, польский, как я помню. Потому что у нас раньше, когда были Дугласы еще в Стамбуле, там арт-визаж продавался. Но потом Дугласы сеть ушла у нас, и арт-визажа у нас не осталось здесь. Его не найдешь. Может, только на каких-то сайтах перекупов, там, типа на Трэндиоле. Люкс-визаж тушь. У меня всегда остается любимая уже больше 10 лет тушь. От Lancome, Hypnose, Doll Eye, Hypnose. Ну, очень разных вариаций, кроме которой лебединая скошенная вот такая. Она мне вообще никак. Иногда беру тушь и попробовать какие-то просто интересно что-то еще. Но фаворит всегда остается тот. Это дешевая, наверное, да. Я не знаю, сколько тушь это стоит. Это Smoky Eye, накладные ресницы, люкс-визаж. Хорошая тушь, я вам скажу. Классная. Повторять не буду, потому что у меня все равно есть мой любимчик. Но это реальный конкурент всякому люксу. Но не Lancome, конечно. Но друг каким люксом? Например, Элен Рубинштейн. У меня было целых две штуки, которые в тигринной упаковке. То же самое, честно говоря. Ничем не отличается. Даже порой получше. Та у меня очень сильно мазала под глазами, отпечатывалась и осыпалась. Это не осыпается, но здесь, видите, такая разделительная щеточка силикона. Я все-таки силикона не очень люблю. А вот он у меня на ресницах. Как эффект в результате? У меня тоже подружка спрашивала, который любит Lancome. Она сказала, о, это наша Lancome у тебя. Я говорю, нет, это не наша с тобой любимая Lancome, а люкс-визаж. Она только, о, блин, эффект похожий, как Lancome на ресницах смотрится. Плюс этой тушей можно наслаивать. Я обычно таким не занимаюсь, потому что это сразу увеличение. Такое толще, как паучьи лапки. Но они наслаиваются на два слоя иногда делаю. Это еще длиннее ресницы. Реальный эффект накладных ресниц. Для бюджета, посмотрите, девчонки, хорошая тушь. Не жалею ни разу, классная. Но повторять не буду. Просто есть другие. Про другие еще не открывала. И, пожалуй, извините, не буду открывать. Я купила две туши от Lamelle попробовать с Наталиной MUA. Я думаю, что это будет что-то с этим похожее. Я хочу сравнить. Сейчас чуть-чуть это подзакончится. У меня штука просто туши открытых. Когда какая-нибудь подзасохнет, и я ее выкину, я открою одну из вот этих двух. Мне просто тупо будет интересно сравнить. Я думаю, что эффект что-то будет очень похожий для этих средств. Парфюм. Давайте сейчас. А, вот еще для бровей. У меня от Анастасия Беверли Хиллс. Я миниатюрку купила. Чисто попробовать оттенок Taupe гель для бровей. Ничего особенного. Хороший, классный гель. Покупать не буду. Я от геля для бровей Анастасия Беверли Хиллс ушла. Если уж я не найду замены там всяких каких-то втулкций вот этих, знаете, арт-визаж, там всего прочего. Мак можно прозрачный. Я у Анастасии Беверли Хиллс прозрачный куплю здесь на Sephora. Но вот цветной Taupe или для блондинок золотой, желтый. У меня тоже там есть. Я, может, два года стоит. Я мне пусть, слава богу, не засох иногда пользуюсь. Ну, короче говоря, ни о чем. Хороший, но супер какого-то ощущения не вызывает. Поэтому я не вижу смысла за него, не знаю, 25 евро платить или сколько он стоит. Ну, просто хороший. Ну, что, прям просто снос крыши. Я обалдею. Мне так нравится. Куплю пять штук. Нет, не то. Так, давайте про парфюм тогда. Из парфюмов. Меня попросили рассказать. Я купила только один. Это Хьюго Босс Элайф. Он везде продается. И в Турции, и в том числе. Обычный масс-маркет, я это называю. Я не знаю, могу назвать это там. Люкс, это масс-маркет. Дайте я нанесу. Сегодня специально не пользовалась еще ничем. Это оттенок весны и осени для меня. Больше на осень. Он немножко согревающий, он сладкий. Очень сильно похож на также Хьюго Босс. У них есть мужской какой-то парфюм сладковатый. Я не знаю название, у меня мужа раньше когда-то был. Очень сильно похож. Они взяли нотки и добавили ему сладости и женственности. Ну, тоже сладость вот эта ванильная с того парфюма. Как я вообще на него вышла? Здесь у меня маленький объем в 30 мл. Потому что такие всякие поиграться. Что-то новенькое, свеженькое. Я покупаю в маленьком объеме. У меня много парфюмерии. Я ее все использовать не успеваю. Со временем. Через несколько лет, даже я заметила, если ты хранишь в темноте, в коробочке парфюм, он все равно меняет либо запах свой, стареет, протухает. Не все, но некоторые. И меняется даже цвет самого парфюма в бутыльке с прозрачным. Это я замечаю. Очень у многих. Ну, такие, это знаете, 5 и больше лет, если у тебя парфюмы. Типа 10 лет у меня, которые есть. Еще такие остались. Они, конечно, меняются с временем. По-другому немножко пахнут. Поэтому я беру маленькие. Быстрее использовала, выкинула. Просто не буду повторять. Это не супер такое, что хочется хранить. Что такая, типа, реликвия. Или супер какой-то редкий парфюм. Такой. Приятный, знаете. Это ваниль. Однозначно нечто сладкое, легкое. Повседневное. Чем меня зацепил этот аромат? Он мне попал в пробники, в миниатюрчики. Какой-то там при покупке за что-то. Я к нему такая, о, пахнет неплохо. Чем он меня привлек? Что среди масс-маркета обычных. То есть масс-маркет для меня это доступно. Когда в каждом магазине продаются. Типа, а-ля вот этих Юго Босс. Там Живанши. Еще какие-то там Дольче Габана всякие. Это очень интересный парфюм. Не тривиальный. Не такой, как у всех. Не на повседневку. Не у всех он есть. Не у каждой второй проходной и так далее. То есть он даже интереснее, чем, например, сейчас. Какой там в прошлом году был самый популярный парфюм? Ну, не знаю. Что там мы возьмем? Руш 500, да? 540? Руш 504? Руш 540, да? У меня тоже он есть от Курджан. Все им пользовались. Он был у всех. Вот это тоже нечто похожее. Приятное, сладенькое, легкое. Но есть не у каждой. То есть настолько он, знаете, повседневно принятый. И легко его купить, что не все на него обращают внимание. Я, конечно же, советую до приобретения потестировать, по нему хоть почитать отзывы, попробовать его. Может, не всем понравится. Но у меня, кстати, гурманы даже, кто занимается парфюмерией. У меня вот подружки, например, кто любит всякую нишевую парфюмерию, когда я им пользовалась, купила. Ой, что-то такое интересное. Вы знаете, это такое сладкое, приятное, ванильное. Не какая-то там, знаете, а-ля не очиститель, дезодорант для туалета легкоугадаемый, да. И я говорю, о, а что это? И все начинают думать сразу, что ощущение, что это что-то нечто такое нишевое, интересное. Интересный аромат. Потом такая хьюга босса. Они говорят, что? Они что-то такое делают? Короче, присматривайтесь, кто такое любит. Довольно-таки приятно, доступно. Ну, не знаю, повторю или нет. Скорее всего, нет, конечно, не буду. Я думаю, он, кстати, расходуется довольно-таки быстро. Я думаю, несколько раз его пользовалась, вот уже, столько уже нет. Ванильный, сладкий, легкий. На лето кому-то, может, тяжелым будет, но на весна, осень вообще легкий. Так, теперь средства для губ пошли. Давайте с плохого начнем. Оттенок 27, 3D Hydra Lip Gloss Kiko Milano. Купила, вот чисто была в Малов-Истамбуле, там Kiko Milano вижу, открыли, зашла. Просто надо что-то купить. И минусов дофига. 150 лир это стоило средство. Но красивый, зараза. Давайте я на губу чуть занесу. Из минусов. Дешевый запах ванильный. Это очень дешево смотрится, если сам по себе наносишь на губы. Если поверх какой-то теплой помады, потому что это очень нечто, очень холодное, то это будет смотреться неплохо. Здесь, ну, ничего обычного. Очень крупные блески, чувствуется на губах. Короче, это обычный дешевый блеск для губ. То есть даже не самый лучший. Не мелкая здесь вот эта крошка. Но за что я его купила? Минусов очень много. Но плюс, когда ты наносишь это на губы и выходишь на солнце, это офигенно дорого переливающиеся эти крупные блески, которые, конечно, оседают у тебя на губах. То есть этот блеск очень красив летом на солнечном свете. Там разные оттенки есть. Это самый холодный, потому что мне холодный подходит. Просто поверх какой-нибудь мягкой какой-то помады легкой, но тепловатой такой, да? Есть такие помады, которые у меня просчиталось, и для меня теплый не очень подходит. Вот этот блеск поверху будет классным. Но сейчас он мне, наверное, не подойдет. И на видео он не будет так красиво смотреться. Ну, просто блестит, да? Ну, ничего такого красивого. Его красота вся на солнце. Блески очень красивые. Вот 10 плюс этого средства – это набор крутых блесток. Девчонки, кому-то надо, кто любит блески на лето. Блестит. Качество вот этих блесток, переливание. Это всякие Сен-Лоран блески у них есть красивые. Помады тоже с блесками у них есть. Это тот уровень. Никто не скажет, что у тебя Кикамилана на губах. Но только на солнце. Без солнца просто так это не очень даже выглядит. Дальше. Попалась не миниатюрка от Нарс. Не миниатюрка в виде блеска. Это я вам уже показывала. Это моя старая покупка. Нарс оргазм. Блеск для губ. А это его же и версия. Оно есть еще и в стике. Маленькие, удобные. Тут не знаю сколько грамм. 1,1 грамм подарочный. Такой же только в стике. Обожаю, кстати, для губ как вариант гигиенички. Короче, немножко цвета дает. Почему я тот этот принесла? Хочу сравнить оттенки. Давайте на этой руке. Там что, уже заляпано? А, тут ничего не видно будет. Видите, просто немножко блеска такого переливного. Это такая гигиеничка, которая легко дает оттенок. Так, приятнейшая. Вот на губах просто приятнейшая текстура. Кому нужно масло для губ, там, бальм, не масло. Увлажнение на губах. Присмотритесь, купите, если вы такое любите. Это удобнее, чем вот, что хочу сказать-то. Почему тут половина только использована? Потому что здесь не очень удобно. Здесь как-то, видите, даже поярче. Хотя оттенок один и тот же написан на упаковке. Это оргазм, а это и это оргазм. Но текстура, видите, его даже вот здесь видно. Он более яркий, более розовины в нем оранжевости есть. На губах тоже неплохо смотрится. Короче говоря, я бы вот сделала вот это приятно. Я повторю, куплю себе вот в таком стике. Просто бальзам для губ сумочку положить. Мне еще нравится, у него упаковка классная, красивая. И она, кстати, почему-то не царапается. Я думала, что быстрее все приведет в ней никакой вид неприятный. Моя косметичка красивейшая. Красивейшая пустеет, а видео такое долгое, уже полчаса будет. Окей, и два вот этих средства. Это тоже от нас подарок. Это помада в оттенке импульс. Сатиновая помада, 3,5 грамм. Это тоже был подарок. Я сначала обратно думала, вау, какой оттенок. Я бы с такими губами с удовольствием ходила. Но разочарование. Если бы я покупала сама по каталогу, это было бы точно разочарование. Разочарование, потому что это вот такая обманочка. Это просто такой даже невинный оттенок, как вот здесь. Представляете? Вот такой светлый, да, холодный. Но такой неинтересный. Этот оттенок можно найти хоть где у многих марок. Короче, очень дешево смотрится. Пигментированный классный. Я один раз всего лишь на губы нанесла. Пигмент хорошо остается. Это разочарование. Если бы это выглядело как в тюбике, да, в самом стике темной. Такое-то было бы круто, но нет. Но не обидно, потому что я от нее приобретала. Был подарок. И вот блеск для губ и такой бьюти. Вот это находочка. Вот это я от души советую на лето. Это Tower 28. Как она-то у меня оттенок. Shine Oil, то есть масло для губ блестящее. Я такая раз смотрю, ой, какое оно теплое. Мне такие оттенки вообще не идут, не моя история. Такая прикольная палочка, да. Такая, ой, блин, думаю, оно оранжевое. Ну, раз попробую. Ну, ладно, уж денег за пробу не берут. Боже мой. И он кажется таким оранжевым. Наносишь на губы, он абсолютно становится прозрачным. А губы очень увеличивает визуально. Зеркальное вот это прозрачное ощущение. Цвета вообще фактически никакого нет. Подстраивается под оттенок ваших губ. Губы смотрятся очень объемно, естественно. И это масло для губ. Это так мягко, это так приятно. Это просто песня. Очень круто. Я с удовольствием куплю еще раз вот эту штуку. Повторю, когда она у меня закончится. Очень хорошее масло для губ. Вообще, из вот этого для губ, что я вам показывала, я с удовольствием буду пользоваться на постоянке. Вот этими двумя средствами. Не буду вот этим. Потому что у него куча минусов. Чисто на лето так, знаете. Кто-либо хотел блесток, чего-то такого. Не на постоянку. Ну окей, все, короче, у меня средства закончились. Наконец-то пустая косметичка. Пишите ваши комментарии, что из этого вы пробовали, что вам интересно. Возможности где-то оставлю на что-то. Ссылки на что, найду на продукцию, на что-то. Нет, сами поищите. В общем, задавайте вопросы под комментариями. Пообщаемся. Если вам нравится видео про косметику, они вас возвращают к нормальной жизни. Я очень этому рада. Моя цель, на самом деле, была вас отвлечь. Может, повеселить. Но такое долгое видео, что их полчаса, боже мой. Не знаю, кто досмотрит его до конца. Мне очень приятно с вами пообщаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это продвигает видео на канале. Скоро увидимся. Всем пока.